лезем на крышу лесхоза хочу посмотреть какая маркировка на черепице мне показалось что надпись была написана а вот кстати черепица ух ты у меня такой нету медников и вот 1800 даже вот сохранился в некоторых попадались а пол родной еще сохранился не знаю не знаете посмотрю как григорьев когда старорусский язык такой менять черепицы так а вот и родная да 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 вижу вижу сколько видов два или три не знаю вибы это взять йогана корниса в честь него переименовали окна касс в новофилипповку это старо-брянского синичного вибы и нефельт да кажется да и вот колония минис берг кажется да обалдеть на крыше лесничества вот вот так нефельт нефельт да здесь маркировка нефельт вибы и нефельт абсолютно вся маркирована абсолютно вся класс а балки эти родные не подскажете вот эти ну наверно ж родные да класс ну да да черепица а какого года здание не подскажете конец 19 или начало 20 виктор гнедошев попробуем еще казармы найти так сейчас я еще посмотрю черепицу такая же самая маркировка да вибы та же самая а я другой формы этого другой с немножко фор не тоже то же самое я одну возьму сахар разрешение и вообще перекрывать собирались да ну зачем тоже память это надо сохранить зачем перекрывать надо сохранять обязательно вибы и нефельт класс даже не думал что попаду сюда наверх обалдеть а кирпич его не встречались с маркировкой с клеймом какие-нибудь нет но это их не кирпич немецкий что тут еще интересно нет сейчас одну к нему черепицу выберу целенькую целенькую такую хорошенькую так 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 там с клеймом да да вот видишь под ключи как она начали я не знаю она ложилась у меня дома книга таврическая губерния по изготовлению кирпича и черепицы постараюсь найти информацию где эту черепицу изготовляли на этом все пока миссия я плохо вижу это смотри здесь нигде пока не вижу его даже был ну пока ничего не вижу давай попадись кирпичик не видно дымарь уже реставрировали немножечко даже кладка новая гоупро стоп видео внутри лесхоза евро окна поставили техника безпеки деревья правильно пилять магичная помога обои уже утки не знаю родные или нет ну лепнина тоже вам не скажу может быть советская лепнина может именно ниты и пол сохранился а пол скажите меня ли когда-то или нет пол меняли это родной не знаете техничный видел там крыша у нас тут закрыто это главный кабинет здесь в принципе все тут тоже закрыто хорошо вот две черепицы взял в коллекцию хвойные растения рядышком красота это главный вход у нас спасибо за экскурсию класс и не думала что попаду я же тут дрона полетаю кресты на углах на каждом углу такие крестики шикарное здание единственное которое сохранилось в алтагире тут уже швы пошли трескаться а я жаль вот сотрудник говорит что крышу хотят разбирать сейчас вам подойду покажу общий план крышу разобрать перекрыть на новости материал зачем надо так сохранить потрясающее здание такое компактное село алтагирь кстати до 44 45 года называлась алтагирь а потом советская власть переименовала село в богатырь но название не прижилось это уже советская пристройка частично белый кирпич и немецкий сейчас вообще на вышку до полезем вот еще черепица такая встречается без маркировки такую черепицу можно увидеть приморском при азовском районе большом количестве барских колониях везде хвойные не рез какой-то треш вот еще крест и он посередине абсолютно вся черепица с маркировкой клеймо и тут крест видеть я еще тут взрывно полетаю покажу можжевеловую аллею напомню что лес был основан в 1899 году давидом корнисом также шелюги были основаны в 1844 году лесничество и староперянское лесничество в 1866 году его основал брат давида корниса йоган корнис вот и мою заснял времен лов солдатик без надписи надписи нет вообще а чё надписи нигде нет неизвестный солдат охранят тут захоронилась нескольких человек при союзе установили жда ну во время войны ну представь после войны поставили немножко вот эту тумбу это что же вот это ихня аллея можжевеловая да 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 пройдутся еще по ней тоже кирпичок советский шлакоблок раньше тут еще беседка была но ее разрушили в той стороне я видел два белых дома длинных видимо казармы были а сейчас там жилые дома по три по четыре хозяева но так в основном все коммунисты разобрали при союзе декоммунизировали отжали у немцев вот здание культуры лепнина но железняка растет кстати заброшенное здание но аллея здесь не одна сейчас покажу вид на молочный лиман не нравится это село класс вот этой аллее больше ста лет ребят больше ста лет весь минониты проводили альтернативную службу раньше эти земли еще принадлежали духобором во время российской империи здесь были еще и духоборы вот кстати еще одна лея я вам говорил вот раз аллейка и два интересно елочка одна или нет не родная вот железняк кстати железняк а вот и риман наш молочный почти два месяца после открытия промоины вода подошла к берегам в этом году будем купаться это очень радует так там у нас в ту сторону село мордвиновка тимофеевка там где усерики молочной в ту сторону лагеря детские и охремовка а кстати там все радионоскористическое его тоже основали немцы минониты давид корнис здесь как горы шикарный вес просто обалдеть глаз если не ошибаюсь при советском союзе здесь было 16 лагерей но название конечно все не скажу но один я помню точно я в нем был лайк чайка он в той стороне также сегодня побывать заброшенном лагере дружба там остатки хочу найти девочки из бетона сделали статуэтка такая памятник потрясающе здесь класс вот сосна можжевельник в лесничестве более десяти видов деревьев прожились это все старание менонитов давида корниса здесь отдыхаешь душой и телом просто класс этот человек показал мне здание лесхоза подарил мне две черепицы ну на это пока все буду искать остатки строения менонитов gopro чтобы видео начнем с той стороны да за ради у нас колесничество какие-то мои остались там нет один остался день не день не действующие нет акации разобрали было эврика вот этот рабочий действует частный лайк не знаю наверное дети каждый год бывают а еще какие там есть в той стороне лагеря ну все не потом вот тут змеи так и называется института запорожского медицинского какого-то машиностроительного до института это лагерь вот эти вот сосны это все минониты сажали да можжевельники тоже почти разобрали вот прибрежный в отличном а вот трехэтажное здание тоже лагерь детский был это да 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 как назывался прибрежный прибрежный вот прибой пожалуйста вот вот это разобранный да кстати он видно телевышку вдали не знаю видно ли вам наш телецентр телевышка и мадвиновку видно отсюда водичка вот подошла а это как озеро называется лужайка и при союзе так было для детей мелко что было грязи дано ну тут вообще земно снарядом его бы для лагерей видно вот это ну чтобы купаться можно было чтобы далеко не ходили вот не знаю ли может так лиман раньше подходил а в ту сторону же ахремовка идет да нет нет да все лесничество люди шельги шельговское лесничество было но сейчас его уже нету авто сейчас ярко лагерей было с десяток надо чего ну вот славутич ромашка орленок гагарина азовские зори потом наверху же кгмы и потому-то чайка дружба рассвет база а волна база отдыха весна терешкова вы сказали еще терешкова дальше дом идет лесовая песня база отдыха кристалл потом терешкова нужно здесь а так точно назвали ну здесь 10 10 терешкова потом там а сколько действующих осталось юность там база отдыха юность потом действующих да ну маяк не маяк потом малый парус и вот там база но с лагерями это последнее там какой-то лагерь пастор купил смелитополя знаете нет вот я еще забыл вас только забыли центра который начинается тоже заброшенный нет действующий одна там дружба вы говорили лагерь есть и там есть памятник девочки из гранита из бетона во многих лагерях были были статуя герой донеры вот правильно пионеры но во многих лагерях пионеры даже вот так по лейкам и теперь сохранились они или разобрали не знаю и чайку вроде сейчас продают лагерь чайку продают за 40 или за 5000 долларов кажется не знаю пресса наша писала а креветка еще осталось откуда креветка тут вот сейчас может быть зайдет в море верите вашего промойна сделали капитально и надолго уже два месяца после открытия прошло ну вот да вода пополняется пополняется уже это конечно радует ров двести наверное ну вот а бог знает где было уже а вот это вот село прямо что за село гирсов к гирсов к а там уже мордвинов к правильно ну вот мордвинов когда мордвинов код гирсов к оси над лимана можно дойти до хремовки до кирилловки можно но машина никак чего не машиной можно можно машины не загрузим местом по берегу даже отсюда все стартануть и можно доехать нет дальше за лесом спускаетесь и по над берегом там вот есть круче там не не проедем там крутые берега а там дальше спускаешься и можно до ефремовки ну может и дальше я не знаю я до ефремовки мы ездили но летом здесь движение побольше да проезжаю да классное место классные ну вот в этом году жизнь вернет сюда а по рыбе что-то осталось вообще ничего даже бычка был что пустой лиман был вообще мертвый а еще помню приезжали мы там со знакомым креветку ловили такие кусты в лиман опускали их кураи до кураи да 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 а вот в ту сторону там на берегу жил какой-то бомж в этом вагончике таком железнодорожном мужчина у нее женщина была корейка жена иван кажется его звали не помните нет это может быть ленинского может быть ленинского сейчас мирное называется переименовали там же тоже были немецкие хутора эльбинг хутор корниса был тут и духоборы раньше были именно не тогда что-то такие были пока все go просто в видео дали нам добро залезть на эту башню go сейчас карманчик с проверим и нормально держись ну да немного есть то не бойся так я с одной рукой лезу давай давай не очковый ух какие виду класс вроде две улицы тут сохранилась точнее есть береговая и молодежная до башня где-то пяти пятиэтажная или шестиэтажная почти наверху да почти наверху так здесь одной ступеньки нет но одной-то давай класс сторону родионовка так вон здание наверно вот сейчас секундочку нет эти не сломались вот черепица да нет полезем и вон длинное здание видимо казарма была вот и следующая белая здание длины тоже казарма были здравствуйте нам разрешили нам разрешили посмотреть дякуем а там и все выше и выше класса он магазин кстати куда маршрутка приезжает слезет такой ветерочек да а еще хочу на дроне полетать все наверху можешь давай давай да ну как вот все наверху как ты не будешь ой бабочки так доска вроде нормальная не провалимся да точно вау антенны вышки а я думал то камера да такие есть вроде камера в ту сторону 10 лагерей детских я тоже удалился немножко обалдеть вот это видон вот видно кстати элеватор акимовский да так один ашмелитополь где-то вот вышка обалдеть не уроне вот это ветруганище как я буду летать даже не тут больше чем 5 этажей можжевельники миноницкие здание лесу еще кирпичик раздобыть до полной коллекции гоу про стоп видео гуляем по богатырскому лесничеству нашли какой-то лагерь собака лает сторожа нет название не знаю домики такие интересные кто знает название лагеря пишите в комментариях вот кстати лавочки сохранились еще советские чугун или железо красиво здесь сцена была вот молочный лиман слышно шум волны света есть электричество вау крутяк но вот не спустимся молочный лиман все ближе и ближе я такой грязный туда но от песка класс погода супер сегодня сегодня кстати у нас 15 февраля 2020 год альтагирь до домики все закрыты так ну что пойдем дальше если 40 выйдет будем спрашивать как прийти нам в дружбу я хочу снять памятники но обойдем вот уже кладка при украине делали видишь жилой домик здание свежее для какие лавочки с бетона еще вылиты советские вот там вообще новая крыша и забор здесь заблукали немножечко вышка вон но я не хочу спускаться надо обходить идем на выход к сторожу будем искать домики как в сказке идем сдаваться здесь вообще крыша новая 32 33 они со шторками вот еще какой-то соседний лагерь собака лает а сторожа нет здесь классно да вообще обалденно акации много можжевельника дуб железняк вон лодка титаник короче идем на выход кто знает название лагеря пишите в комментариях дубочки молодые никто нас не выгнал отсюда а может сторож спит мы уже прошли один лагерь гагарина там сторож есть мы так и не узнали что такое так и не узнали но я думаю нам подскажут подписчики в комментариях ни таблички ни указания ничего нет вон там вышка какая-то ну пока все go pro stop видео добрались мы до лагеря дружбы он полностью заброшенный сторож нам подсказал лагеря мы где были камеи да и рассвет а это у нас дружба один или два кстати он дерево адамовое яблоко валяется их тут два дерева нам туда надо идти тут рядом уже и чайка получается пообщался я сторожем рассказал тут немножечко он говорит что в рассвете лагерь в сороковых годах татары еще добывали соль а самый старый лагерь это чайка он еще был основан в 1938 году он скорее всего что в той стороне тут вот сцена уже разбирают ее да тут полный мрак заброшечка а походу за этой заброшкой памятник девочке пионеру ага ремонт тут не спасет где а это с той стороны надо обойти теперь пошли 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 как хорошо смотри Oregon и на что сцены все сделали аф и что это столовая наверно была заколотили смотри да это видимо саловка было дети дети тут кушали да будут выйдем сейчас найдем девочку пионер вон она девочка мы ее нашли ухты ля кувшин остался чаша железная бетон обхожу обхожу одно уже сломали вот она девочка пионер поломали ее уже паразиты ну да вот она красавица блин ветки да она была в паре с кем-то сейчас хочу поближе снять с кем-то была в паре приветик еще не шатается класс мы нашли я еще поснимаю в портрете фотосессию сделаю на память сейчас на память 15 февраля правильно 2020 год я с пионер назад в ссср конечно пофоткаю в портрете еще лима цивен давай пройдем посмотрим чуть-чуть да столбики видимо были главная аллея к морю да и главный спуск к морю ой к морю к лиману молочный лиман ухты 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 спустимся так только смотри осторожно может погнили для бетонные плиты класс я думаю лучше идти не посередине а с края для тут плиты сколько бетона так-так-так-так-так-так у нас уже акация осторожно железняк и оказ где нет это не я сама а там же бетонные ступеньки класс может так и не дошли к молочному лиману сегодня не трогали его ступенечки лестница трэш да я вижу а я по прямой к лиману идем хочу еще зруна полетать таком папа лодка наверху там ветер страшно на башню залазили такой ветру ванища был вот для воды стеки были да так это у нас набережная вот он лиман все воли футбольная мутники такой тогда из-за песка наверно пирс типа да вообще посмотрим я бы сейчас хотел померить глубину муж какую-нибудь ветку сломать хотя не надо сейчас вот она уже есть сломанная сейчас мы ее опустим ничего страшного сейчас мы замерим глубину сколько там уже метр есть или нету да нету мелко вот глубина сколько сантиметров до 15-20 немножко запачкал я пойду нам по набережной по плитке ну да как видишь все потрескалась все пришло у нибудь а еще недавно тут люди ходили пешком на машинах ездили да можешь высох полностью риман лавочки сто процентов дальше чайка по-любому птички летят уточки до уточки уже детям можно купаться полу баскетбол да это кажется маскин или или как не проназывать реалию что такое оливковое дерево а вот еще тут еще уточки полетели все равно вода подошла ляк берем все посмотри по месец назад еще люди ходили скандинавская ходьба да еще вот посмотрю там даже ракушечки кажется чайка вон спуск да это чайка сейчас подожди а вот такие типа густы круглые опускали в лиман давай что-то ракушки доел тут тоже бетонный спуск да это чайка тогда тогда тут на милую падать я хотел водичку грязная когда-то я чайки отдыхал приблизительно лет 20 назад она еще живая была такс попробовать лиман ух ты мягко холода еще да это спуск чайки тут сразу поднимаешься и направо заброшка двухэтаж хочешь посмотреть точно лапорожка точно или тоже охрана ну чайка это да там бабушка ничего пошли посмотришь напомню что алтагирское лесничество является самым большим в запорожской области его основал давид корнис минонит в 1899 году до минонитов тут жили нагайцы нагайские аулы здесь были да а пока мы все гоу просто пидео это а в 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok